Привет, с вами снова Айс, мы продолжаем прохождение такой визуальной новой, как когда плачут цикады. Замышел, а замысел Сатака до невероятнее прост, и притом тщательно проработан. Казалось, что и текущее положение складывалось именно так, как просчитала Сатака. То, что мы отстаём на одну очко, то, что я пришёл с опозданием, и то, что Сатака бьёт последний. Отчёт, мне кажется, что всё было пропрешено ещё до начала. Кому-то я и прибыл так поздно, чтобы устроенный нашей командой перерыв затянулся, из-за которого вражеский подающий Камеды Кун захотел в туалет. Хотя, скорее, Сатака, не изменяя себе, подсыпала ему в питьё что-то такое, из-за чего ему захотелось в туалет к определённому времени. Из-за перечи врага он закрытым от чужих злобов в пространстве туалета есть первый шаг в нашем замысле. Вражеский подающий Камеды Кун сейчас там. Он беззаботно стоял перед писсуаром, справляя нужду. Пытается, видимо, показать, что для такого, как он, побеждать любительский мисс более обычное дело. А потом он может позволить себе расслабиться. Ну, как раз-таки расслабленность и есть то, что нам нужно. Сейчас. Ты уже идёшь прямиком в наши лапы. След за ним и зашёл в общественный туалет с совершенно невинным видом. На стене три писсуара. Камеды Кун стоял у самого дальнего. Я подошёл к соседнему. Обычно я бы встал так, чтобы между нами оставался хотя бы один свободный. Но именно потому, что я стал рядом, Камеды Кун заметил моё присутствие. А, да ты же тот соцзапасно бьющий. Хе-хе-хе. Вспомнив моё лихое появление с клюшкой в руках, он с трудом удерживал в себе смех. Но я нисколько не рассердился. Коль скоро я здесь стою, игра уже кончилась. Потому что ей суждено кончиться неожиданной победой нашей команды. Всё, что нам надо, до конца следовать выбранному саду по плану действий. Хе-хе-хе. Уж кому попробуй смеяться, так мне. Ох, справится ли Кейт-кун? За него не волнуйтесь. Когда Кейт-сан принимается за дело всерьёз, ему такой раз плюнуть. Тамиды-кунцы Камур и Куном опасливо противоресовались. Эй, а Мэйбара-сан точно сумеет обыграть того подающего? Хе-хе-хе-хе. А вы чё, столько проучились с ним в одном классе и всё равно ничего не поняли? Он если захочет, весь мир под себя подомнёт со своей силы. С Кейт-саном вместе миром править. Постяк. Хе-хе. МИРА! Команда удивлённо переглянулась. Какой же мощью обладает Мэйбара-сэмпэй? Что же у него за сила? От моей просьбы, Камеда и Куна некоторое время ошеломленно застыл. Извини, я не совсем расслышал. Можешь повторить? Тонко усмехнувшись, я глядя в точку перед собой повторил. Что ж, повторю. Дай нам выиграть. Вот это прямота. И не прямая угроза, или скрытый намёк. Я как в раскрытой книге видел Камеду, Кун сбит с толку и понятия не имеет, почему я это сказал. Ты-то думай то, что несёшь? Дать вам выиграть? Отсвихнул, что ли? Я своё слово сказал. Твой ответ. Да? Или нет? Как будто ты сам не знаешь, кто в здравом уме даст вам выиграть? У тебя что, крыша поехала? Камеда не скрывает своё замешательство. Ни минуты, ни секунды не хочу оставаться в одном помещении с тем, кто несёт подобные бредни. С такой написанной лицемыстра он намерился как можно быстрее кончить свои дела и свалить. Камеда Кун, что до тебя победа? Ну, естественно, высшая благодать, благороднейшая и самая дорогая цель. Её ни на что нельзя применять. Я презрительно рассмеялся. Хе-хе-хе. Ответ достойный спортсмена. Победа превыше всего. Её ничто не заменит. Хе-хе-хе. Так это любому понятно. Ничто не заставит меня отдать победу, ни угрозы, ни подкоп. Я ждал этих слов. Утонувшись. Три с половиной раза я ткнул пальцем в лицо Камеда Куна. Что, даже не выслушаешь? Что мы предлагаем в обмен настолько дорогую тебя победу? Что за глобости? Ничего не сможет меня заставить. Хе-хе-хе. Отказываешься на словах, а ноги-то замерли. Стоишь, братец? Он хочет услышать. Хочется услышать. Что ж такое потрясающее, я ему предложу. Ты сказал одному журналу, что из еды больше всего любишь говяжьи за жаркую и ненавидишь сладкости. А так ли она? С чего? Скажем, ты зашёл в ресторан, где можно есть жареную говядину до отвала. Что ты положишь себе на тарелку? Окорок? Рёбра? Эм, горочку бычьих языков? Хе-хе-хе. Нет, зуб даю. Ты бы взял не мясо, а целую прорубу пирожных, желе и пудингов. Эти милые, завораживающие сладости, которые... Так нравятся девочкам, ты любишь сладости. Да? Этсо Каменды мгновенно побледнело. Наши уже прознали, что в ресторанах, где дают ей сколько угодно мяса, он приедает лишь куче сладостей. А ещё мы знаем, что пусть всего он садится в своей страсти складкому. Уверен, Камеда Куна понятия не имеет, что сетью ресторанов жаркого в городе Шашибона владеет семья Санадзаки. Надо бы посторожнее теперь ходить по ресторанам с семьёй. Вовсе нет, я страшно люблю ребра... Нет, ты любишь нарядные, аккуратно разложенные подорелкам цветастные десерты с кремом. Да, те милые десертики, похожие на непорочную девушку, напоминающие тебя невинных, не коснувших скверных девочках-подростках, с нарядными бантиками и ободочками. А ты хватаешь их и петхаешь себя за щёки, хрустишь и жуёшь вовсю, не скрывая на своей бритой роже похоти, будто какой-то прыщавый урод. Фу, как грязно. А-а-а, перестань! Я знаю, поедая сладости, ты ищешь другого? Исчистить, попиратить, повысасывать из них всё. Всё тебе одно нравится, осквернять. Сладости. А-а-а, не надо! Откуда ты всё это узнал? Верно, ты и есть извращенец. А-а-а-а! Бац! Нет, на сей раз я не ударил, вместо того я пока хлопнул его плечи. Кончайныть, комеда! Что, лохово в том, чтобы мужчине быть извращенцем? Бам! Э-э-э, мужчины все поклаловно извращенцы, но те, кто не стыдится в этом, признатся. Так, отлично, а тех, у кого не хватает мужества, как небо и земля не похожи друг на друга, ты не лжёшь себе. Гордись этим, будь очень горд, ты имеешь право собой гордиться. Слышав от меня вместо нападок призыв гордиться собой, комеда-кум не смог скрыть замешательство. Да, мало того, ты меня поразил до блуденной души, и я-то всё время считал, что десерт за сладкое на закуску после ужина, и ошибался. Но ты указал мне, благодаря встрече с тобой, я-я, я столькими новыми способами смогу отныне наслаждаться давно знакомыми не десертами. Вот скажем, клубничным пироженом. Клубничное пирожное... Камедык, он глотнул слюну. Неброскость клубничного пирожного, точно, напоминает о настоящих служанках, которые воспитывались по зависть по заветам дома Ракумайкан. Забудь о новободных служанках в дразнящих кавелких юбках. Настоящие служанки одевают искромно. Как подобает. Я могу предложить вам только клубничку, но, надеюсь, вам понравится. Кротко скажет она тебе. Надеюсь, вам понравится. Ох, она так, так прелестно, так прелестно, потому что её ничего нет, кроме клубники. Нежный крем может играть роль кружев, поборок, рычной вышивки. И ты аккуратно разделываешь её вилочкой, как барин из благородного рода. Нет, нет. Ты впиваешься в неё зубами с генусным упоением, как злобный потный заплывший джем хозяин. И в этом и та самая звериная дикость. Впрочем, ох, та вмятинка, что остаётся, как ты вынимаешь клубничку, согласись, правда она восхитительна. Ты проводишь по ней языком, и ах, ну какая она на вкус. Хе-хе, вмятинка от клубнички. Я её не могу дождаться, и я пойду в Ангеломарк, подноси пирожных и буду развлекаться с ней, пока не устану. Хе-хе. Девушки, нарядно приодевшиеся ради меня одного, ухи-хи-хи, я буду медленно брать дрожащих от страха, ни вышек от даже другое, словно представлений. Хе-хе-хе. И когда даем очереду, начну обходить их, смотреть лица, притягивать к себе за подбородок и спрашивать с придыхания, ню, а кто же вы следующий? Хе-хе-хе. Дорогие читатели, не забывайте, что девушки в данном случае переводятся как пирожные. Судя по всему, Кейтикона имеет его набор из метки действий в это примечание редактора, словно для представления, притягивать к себе за подбородок и ду-хе-хе-хе. Бывало ли когда-нибудь, чтобы двое мужчин погрячо рассуждали о клубничном пирожне? Нет, не бывало. Просто не могло быть. Мой пыл вот-вот растопит упрямство души Комеды. Комеда. Вдарю еще раз. Дай нам выиграть. Ээээ... Ну я... Отдать черт с тобой. Не стану больше просить. Мигом потеряв к нему интереса, перернулся на клубничках к выходу. Ну и черт с ним, проиграем так проиграем. Плевать я на эту игру хотел. У меня есть кое-что поважнее. Как закончим, я направлюсь прямиком в ангел морг. И там, и там буду пожрать юных девочек. Платицек с соборками, ленточками ровно у иностранных кукол. Пока, наверное, пузо не лопнет. Хе-хе-хе-хе. Сегодня я буду жрать без разбору передыху, не оставляя ни крошечки. Ю-у-у-у-у-ух пожрать. Пока пузо не лопнет. Комеда Конн бухнулся на полу, не обращая внимание на то, что мой общественной туалете уперся у него руками. Хе-хе-хе, я б был не прав. Что такое, Комеда Конн? Хочешь что-то сказать-то говори? Я ни разу еще не встречал такого, как ты. До сих пор я считал себя ненормальным и скрытно удалял свою страсть. Ну что ты стесняешься, а? Я же только что говорил. Признаешь ты или нет, вот в чем выясняется настоящий мужчина. Давай шагалово, сукин ты кот. Ну же, давай свою руку. Покажи, насколько ты крут. Вместе со мной, давай запримим наш мир. Бац. Я обменялся с самым горячим рукопожатием рукопожатием в мире с Комедой Куном. Который растрого нарыдал и не мог даже славу выдать. Мы с пылом и очень долго трясли друг другу за руку, вот уж чтобы укрепить наш душевный союз. Мы пылкой трясли друг другу руки, а затем крепко обнялись, будто не видевшиеся целый век братья. Тот миг родился ставшей легендой мужчина, которого позднее внесут в черный список десертных дней Ангел Морта. Свою автобиографию он даже назовет сей день судьбоносным. Впрочем, это к нашему рассказу не относится. Ладно, свидимся. Надеюсь, ты все сделаешь, как я сказал. Коротко напомню по поговорю, я пошел прочь из туалета. Ну-ка, медак он меня окликнул. Погоди, скажи хотя бы, как твое имя? Мое-то? Мое имя Мэйбара Кейти? Не, погодь. Не хочу, чтобы он меня называл по имени. Лучше уж называть кодовым именем, что-то вроде как хоть какое-то прикрытие. Называй меня Кей. Кей. Кей! Вам не кажется, что прозвучало дурацко? Речь смущения, я быстро выскучил из туалета, только вот позднее узнал, от него штулил при этом весьма таки молодо целатку. Сатака. Кейти Сану. Каков результат? Кейти, Сатака. Переговоры прошли успешно. Уговорились пойти да пропировать с ними десертами в Ангелу Норти. Мен, справишься? Давай блять-ка на десертный пир в Ангелу Норти. Принято. Сделаем. Любопытно, каким образом они договаривались. Скорее всего поболтали о разных вкусненьких вкусностях. Точно, точно, хау. Ну а это мы закончим очередную серию прохождения. Всем большое спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok